Особенно за Рупу Рагунадху в конце этого не хватало всегда, мне этого не хватало в конце. Всегда не хватало именно этого, теперь я буду петь именно так. Это очень красиво. Мы так заканчивали в обществе Силонарангаса Махараджа этот киртан именно так. У Силонарангаса Махараджа, когда он петь этот киртан, он заканчивал в этом способе, как Джайши Рупу Рагунадху. Ни разу не слышала такого исполнения. Я тоже. Я не помню этого слова. Говоря прия, рады, рады. Привет, Финляндия. Не могу не отметить сладостные медовые потоковости, которые пребываю благодаря Гаврангасундре. И очень рад тому, что теперь это практика ежедневного праздника. Она оглашена. Я не поняла, что переводить. Что это значит? Практика ежедневного праздника. То есть это когда мы погружаемся в Радхакунду. Это Гаврангасундра? Да. Это Гаврангасундра, да. Это практика погружения в Радхакунду. Это в праздновании имени Радхи, в праздновании ее настроения, погружения в празднование, погружение в ее милость. Вот этот поток, поток разнообразных эмоций, поток разнообразных чувств. Он говорит, что каждый день, мы можем праздновать, праздновать ее милость, ее милости, ее милости, ее эмоции. И мы можем праздновать это сегодня. Это как радостно быть. Аде, Аде, I'm sorry. Аде, I'm sorry. Can we please be put into a Japanese translation rule for the Japanese devotees? I'm sorry. Аде, Аде. Что там? Перевод. Джайя Кришна Прабу говорит, что его не поместили в комнату для перевода для японских преданных. Поместили уже? Сейчас в процессе вот Рада Чаран там настраивает. А это я можно уточню, пожалуйста? Меня не было, я вот перевожу, не очень понимаю. То есть это он говорил, да, об этом, о празднике? Это лекция последняя. А, я не послушала. Понятно. Это лекция, которую выложила Радхи. Это мёд, это просто мёд. Адамудар, он говорит, что про Кроационные лекции. Гавран Гасундра, это про Кроационные лекции. Это не про Кроационные лекции. Это про Кроационные лекции. И Рада Прия, she's translating a Croatian meeting for Croatians. She's translating to Russian. So, we can listen to these beautiful classes of Гавран Гасундра. And his last translated class was amazing. And he was like, he was speaking about this celebration every day. Like, to celebrate this diving deep into all aspects of Radhika. Чувствую себя пчелой, залитой этим мёдом. So, now I can feel myself like a bee who has stuck in honey totally. But I need to fly to make my service. So, in spite of the fact that I'm completely in this lecture, in this honey-like stream of nectar from Gauranga Sundara, today I want us to dive deep into some other aspects of sweetness. Other verse. На что, полетели? Let's fly. Are you ready? Стих 24. Rada Rasa Sudanitri. Verse number 24. She Rada Rasa Sudanitri. O, Shri Raffika, Когда же я увижу твоего юного возлюбленного, сидящего в кроне дерева Кадамба и наблюдающего за тем, как ты пришла в уединённое место на берегу Имоны, Я буду массировать твое амбразиальное тело, которое является самой жизнью Камадем. И снова мы прибегаем к этой формуле, формуле личного сопереживания, то есть формуле принятия этого настроения как своего. И снова мы идем к практике эмпатии, чтобы чувствовать то, что она чувствует, и чтобы принимать в ее состояние как нашим состоянием. О Ратика, о Шри Ратика, когда же я, я увижу твоего юного возлюбленного, сидящего в кроне дерева Кадама? И наблюдающего за тем, как ты пришла в уединенное место вместе со мной. Где я буду массажировать твое амбразиальное тело, которое является самой жизнью Камадем. Тема, на которой мы будем сегодня размышлять, как раз и касается этой жизни Камадема. Когда бестелесный Камадем обретает форму. Что такое страсть Абсолюта? Та самая страсть, которая является основанием мира. Та самая страсть, которая является основанием наших жизней. Ведь прямо сейчас она пульсирует в наших душах. Ведь она является генератором наших жизней. Как мы можем ее обнаружить? Как мы можем ее в себе узнать? Чтобы понять то, что описывается в этом стихе. Чтобы понять саму жизнь Камадема. Как она проявляется прямо сейчас во мне и в каждом. В каждом проявлении жизни. Как она проявляется, эта страсть. Как эта страсть может быть обнаружена в каждом моменте и в каждом. Ведь если ее нет везде, то ее нет нигде. Ведь это страсть везде, везде сущая. Потому что эта страсть может быть обнаружена в каждом моменте. Все пронизывающая. Она та самая ниточка, на которую собираются все бусины реальности. Без которой вся реальность рассыпается в граммон. Безформенный и безжизненный. Безформенный и безжизненный. И мы будем рассуждать сегодня. Каждый из вас я прошу рассуждать о том, как это обнаружить. Как это обнаруживается в событиях нашей жизни. И по понимая часть, мы понимаем целое. Невозможно постигать целое без изучения части. И поэтому наше пристальное внимание должно быть обращено к самим себе. К пульсирующей жизни. К нашей пульсирующей нити жизни. Той самой неразрывной нити, с которой мы связаны с нашей Иштадеви. Потому что она живет его страстью. А она олицетворенный Камадев, его олицетворенный Камадев. И это не образное выражение. Это реальность. Это реальность. Сейчас мы быстро подбежимся по самой истории. А пока мы по ней бежим, каждый из вас сканирует свою историю, историю своей жизни, чтобы обнаружить это присутствие, присутствие этого состояния. And while we are going through the story, I ask you to go through the story of your life, please, can you remember how it is in your life, how it is revealed in your life? Итак, в Духовном Откровении Ишлипада вновь видит себя рядом со Шри Радхой в Явате, как служанку. Сейчас лето, Ишлимати желает принять утром омовение в Ямуне. Ишлипада и Свамини идут в уединенное место для омовения на берегу Ямуне. Шипада и Свамини go to a lonely bathing place on the bank of the Ямуне. Без других подруг и служанок. Without any of Шимати's girlfriends or other maidservants. Только вдвоем. They are only together. Сердце служанки очарованы жестами Свами. The maid servant's heart is enchanted by Свамини's gestures. И какие-то жесты, да? Здесь дальше описывается суть этих жестов. Она с Вамини оглядывается, постоянно оглядывается вокруг. What are these gestures he is talking about? Further, we can see what Свамини is doing. She is constantly looking around. Она закусывает губу. She is biting her lip. Оборачивается то вправо, то влево. She is turning left side and right side. Замирает. She is freezing. Вглядывается пристально. She is staring far away. Погружается в свои мысли. She is immersing in her thoughts. И она думает. She is thinking. То есть, служанка понимает ее мысли. So it means that maid servant is capable to understand about what she is thinking. Шримати не говорит об этом. Потому что Шримати, she is silent. She is not talking, telling about this. И Свами не думает. Надеюсь, Сундера не заметил, куда я пошла. Это удивительное противоречие женской натуры. Когда одна выраженная мысль является контрапунктом основной. Другими словами, эта фраза означает совсем другой. Надеюсь, Сундера как-нибудь узнает, куда я пошла. И при этом она украшает все, весь Вриндаван своими взглядами. Взгляды, которые окрашивают весь Вриндаван лёгкой синевой. Потому что Свами не везде желает видеть его, своего Сунга. Где же Сундера в это время? А он со своими друзьями-пастушками играл и доил коров. Доил себе коров в Нандишваре. He was milking his cows in his own abode of Nandishvara. Пускал струи в раскрытые рты этих телят. He was pushing this milk from the udder of the cow to the open mouth of the calves too. Но вдруг произошло очень важное событие. But suddenly something had happened. Very important. Туда прилетел особенный попугай. Some special parrot had come there. Особенный разведчик. Some special parrot. И Мохан сразу стал серьёзным. And suddenly Мохана, he became very serious. И попугай тихонечко сел ему на плечо. И тихо, в самое-самое ушко, в самое-самое ушко прошептал. Так, чтобы никто из друзей не услышал. И он прошептал, что Ширадха пошла принять умовение в уединённом месте на берегу Химуны. Взяв с собой только одну служанку. И попугай сообщил координаты этого места. И примерное время прибытия Шимати. То есть, сколько времени у Мохана есть в реальности. So, how much time does he have, Мохан, to go there? Ведь мы понимаем, мы услышали из раннего сказанного, что Шири Мати идёт, и она идёт не спеша, она направо, налево. То есть, она очень медленно двигается. Двигается, как опьянённая слониха. И для Мохана это шанс. И для Мохана это шанс. И он сказал своим друзьям, что он неожиданно очень захотел полюбоваться красотой садов Нандишвары в одиночестве. И его самые прозорливые друзья, конечно же, всё поняли и сказали так. Нескоро мы его увидим. И помчался, помчался со всех ног в то указанное попугаем место. Ведь ему нужно занять экспозицию до того, как Радика туда придёт. Организовать пункт наблюдения. И вот он бежит. И вот этот бег, я хотел бы задержаться, задержать ваше внимание на этом беге. На беге Мохана. Ведь он мчится сквозь чищобу. Он мчится с этой мыслью, мыслью, что он увидит. Он увидит Свамини. Он увидит Рафика. Его глаза полны жажды. И его уши полны жажды. Всё его тело горит от жажды. Он горит от нетерпения в встрече с ней. Поэтому бежит настолько, насколько он может быстро. Задержитесь на этом беге. Попытайтесь узнать хотя бы блеклый отблеск этой страсти в себе. Стой в этой сцене и попытайтесь recognize some semblance of the same passion, but in yourself. Когда вы бежали на первое свидание. Попытайтесь вспомнить, когда вы бежали на первое свидание. А ведь для Мохана это всегда первое свидание. И мы должны знать, что для Мохана every time is like the first time, like the first date. Они всегда обидят друг друга впервые. Because every time they see each other as first time. Поэтому вспомните, вспомните свои чувства, обжигающие чувства в этот момент, когда вы бежите на первое свидание. Когда ваше тело пронзает эти мысли, пронзают эти образы, пронзают. When all your body is getting pierced by these images, by this love. Когда ваш мозг пронзает эти образы. When your brain is getting pierced by these images. Почувствуйте родство, почувствуйте единство с этим изначальным образом. Please, feel kinship and feel the oneness with this genuine image. Ведь Радика проживает это чувство в себе. Because Радика is feeling this emotion in herself. Она проживает его чувство в себе. And she is also having his feelings in herself too. А не одна душа на двоих. Because they are one soul in two bodies. И с вами не чувствует то, что чувствует с вами. То, что чувствует и служанка чувствует то, что чувствует с вами. And my servant she is feeling the same feelings what Радика has. Ведь она тоже в этом единстве. Because she is also in this unity with them. И чувствует тоже, что с вами. And my servant she is able to feel what Радика is feeling. Будто сердце мохана бьется в груди свами. It seems like мохан's heart is in the chest of Радика. Его взволнованное сердце. His excited heart. Он бежит и оно бьется часто-часто. when he is running his heart is beating so fast. И сердце свамини, хотя она идет медленно, тоже бьется часто-часто. But свамини, she is moving very-very slowly. But in spite of this, her heart is beating the same way, very-very fast. It is extremely important to understand this and to feel this. Понять целостную картину мира. To understand the whole and divided image picture of the world. В центре которой находятся их чувства. In the center of this world we can see their feelings. Мохана и Мохини. Feelings of Мохана и Мохини. Ну что, мы задержались, теперь можем двигаться дальше. So, we have meditative on this so we can move further. Потому что это все будет нарастать. Эти чувства будут нарастать. Because these feelings will grow more and more and more. Радика чуть позже приходит в то место, где Мохана уже занял свою позицию. Ему сверху очень хорошо видно берег, часть Емуна и берег. When he is sitting up on the tree, he can clearly see the part of the shore of Емуна and this place. А сам он скрыт листьями дерева Кадамба. And himself Мохана he is hiding among leaves of the tree. Радика устав от прогулки садится на драгоценные ступени ведущие в воды Емуны. Радика is very tired of walking there with her tender body so she sits down on a jeweled staircases that lets down to the Ямуна's water. Ее прекрасное золотистое тело освещает все это место для омовения на Ямуне. Her beautiful golden body illuminates the bathing place near Ямуна. Мы же понимаем, что это утро. We can understand that it is morning time. время доения коров это утро. Because when Krishna is milking his cows it means like it's early morning. И Радика принимает утреннее омовение. So Радика is taking her first bath morning bath. Еще не солнце еще не взошло. And the sun is just about to rise. то есть оно еще не в зените. She is not like in the midday. Это раннее утро. Раннее утро. It is early morning. Не темно, но и нет яркого света. And we can understand that there is not so much light because it's very early morning. И поэтому здесь уместно этот свет который идет от свамини и освещает темные воды и иммуны. So it is very beautiful seeing how this golden luster emanating from Радика's body, how it is emanating and giving the light to the water black emanate она смотрит в emanate radika is looking to emanate и в темных водах чувствует чувствует своего мохана and in blackish color of the yamuna water it reminds свамини of her мохана. Здесь очень важный момент связанный с тем как она относится к этому отражению к своему отражению. Постепенно Шримати обладевает чувство любви кришне и она начинает видеть его внутри и вне себя. Шримати is overwhelmed by feelings of love for Krishna. She sees Krishna inside and outside of him. Что значит видеть его внутри? What means to see Krishna inside? Она смотрит в темные воды и видит свое отражение. She is looking to Yamuna's reflection in Yamuna's water and she sees her reflection and seeing her reflection Krishna's feelings arise in her heart and her love for her arising in her heart and she becomes like a flash of light. Это суть того, что мы называем Гаура. It is the essence of what we are calling Гаура. и она начинает видеть его везде и повсюду. And she is starting to see Krishna outside, everywhere. Будто бы все наблюдает за ней со всех сторон. Like she is being observed by everything around her. Будто Мохана наблюдает за ней с каждого элемента пространства. Like Мохана is gazing at her from every element of outside space. И она чувствует эту любовь, его любовь. And she is feeling very intense love. of his love. Шема Сундаря в это время любуется ее сладкой формой из своего укрытия на вершине дерева Кадамба. Шема Сундаря is admiring her sweet form from the top of the Кадамба tree. В этом тихом и удиненном месте для омовения служанка начинает массажировать прекрасное тело Шримати. Сперва она распускает косу Шримати и ее волосы становятся похожи на черное облако. Будто мысли о Кришне обнимает ее со всех сторон. It seems like thoughts of Кришна are embracing her from every side. С головы до пят. С головы до пят. С служанка сбрызгивает их ароматным маслом и расчесывает драгоценной расческой. Каждый волосок свамини дороже ей миллионов жизней. Ведь это ее чувство чувство свамини. Because every свамини hair is her feeling каждый волосок описывает бесконечность. Every hair has the eternity inside. Eternity of feelings. Описывает неповторимые чувства свамини к мохану. And each hair describes the eternity of feelings of Радика towards мохан. расчесав волосы шри матери любящая служанка раздевает ее. After combing свамини's hair the loving maid servant undress her to massage her. with massage her with narayana oil. Loving maid servant undress her to massage her with fragrant narayana oil. Она открывает тело свамини красоту которого не может осознать даже всеведущий щама. She reveals свамини's body which is not even seen by omniscient щама. Который для этого собрался на вершину кадамбы. Who for this purpose has to climb into the top of a kadamba tree? То есть он пьет он пьет красоту того что он видит глазами чашами своих глаз он пьет красоту свамини. So it means that he is drinking with the cups of his eyes he is drinking this unlimited beauty of свамини. И не может напиться. But he is still thirsty it's not enough for him. Он еще больше хочет пить как настоящий пьяниц. He is like a drunk man he wants to drink more and more it's not enough for him. Служанка знает каково прикосновение руки с ямы и она массажирует свамини точно так же. The maidservant knows how the touch of shama's hand feels and she massages свамини in exactly the same way. Что же это значит? What does it mean? What does it mean? Они же в состоянии единства. Because they are in a state of unity. единства чувств. Unity of feelings. Это значит, что Mohan ощущает то же самое, что и служанка. It means that Mohana in the same time he feels the touch what maidservant is doing. Будто бы это он сам делает массаж свамини. Mohana is feeling like it is he himself doing массаж for свамини. После массажа с маслом служанка начинает массажировать свамини с пыльцой лотоса. After the oil massage the maidservant starts to массаж свамини with lotus pollen. И мы понимаем, что Mohan также касается, он чувствует это, чувствует своими руками, он чувствует это прикосновение, он также делает массаж свамини этой пыльцой лотоса. And we can understand that at the same time Mohan is feeling like it is he himself doing massage for свамини with lotus pollen. Как изумительно богатство ее красоты! How amazing is the evidence of her beauty! Ее тело будто сотворено из нектара. которые свободно пьет шьяма чашами своих глаз. Her limbs are as if made of nectar. Которые свободно пьет шьяма чашами своих глаз. Which is freely drunk by шьяма with the cups of his eyes. Здесь мы видим соотношение, соотнесение эмоций предыдущих стихов. Позволь жене созерцать нежность твоего золотистого тела, сладость твоей улыбки, широту твоих глаз и величину твоих грудей. И here we can see the connection with the previous verse number connection with the verse number 75. May I admire the softness of your golden limbs, the sweetness of your smile, and the large of your eyes, and the volume of sense. Служанка понимает, понимает чувства Мохана. And the maidservant she fully understands the feelings of Мохан. Его жажда растет. His thirst is going. Он уже не может скрывать своего присутствия. and he cannot hide his presence anymore. Потому что он плавится от этого состояния. Because he is melting because of this condition. Его тело трясет. His body is shivering. И вместе с ним дерево, на котором он находится также потрясывает. At the same time, the tree is also shaking and shivering in the same way. Это одно из качеств Вриндавана. It is one of the Вриндавана qualities. Когда неподвижные существа начинают проявлять подвижность. When non-moving living entities become moving. И это дерево начинает качаться из стороны в сторону. So this tree is starting to move back and forth. Дрожать. Shivering. Сбрасывать листву. And the leaves are falling down. открывая удерживающие Mohana. And revealing where Mohana is sitting. Распускать цветы. The flowers start to blossom. Это сложно не заметить. тишина. it is very and you cannot not see this. It's very obvious that something is happening on the tree. tishina. ветра нет почти. It is early morning so no wind it is very quiet around. И вдруг какое-то дерево мотается из стороны в сторону. Браслет листья. We can see that something unusual is happening with the tree. it is shivering and the leaves are falling down and it is moving back and forth. И главное предательское сияние. And the main point is the loss from the tree. Ведь когда не только с вами не вспыхивает, когда ее одолевают чувства, мохан тоже становится синей лампочкой. Мохан тоже становится как белый флеш. И это очень красивая картина. She is extremely beautiful. Мохан пытается удержаться на этом дереве. Мохан he tries to fall from the tree. Его уже видно. Мохан now he is losing everyone. Но тем не менее он пытается быть скрытным. But at the same time he is trying to hide himself. But he cannot do this properly. Radyka чувствует что что-то происходит. And Radyka she is feeling that something strange is happening. suddenly she sees she is noticing these eyes open light gazing at her and blinking from the top of the tree. То есть ее мечта исполнена. So it means that her desire become fulfilled. именно этого хотела. Хотя думала противоположным. But as we can see her thoughts were completely opposite. Но хотела именно этого. But actually she wanted this. Но реагирует она так как думала. But she is reacting as she was thinking. смотрит на служанку и ты видела? She is looking at her main servant as like she is saying to her can you see it? Служанка нет. Main thing only with her eyes like no I know Svamini and we понимаем в какой позиции находится Svamini So we can understand what Svamini looks like in this moment. Она вскочила со своего ложа She is immediately getting up from her place. И вот в этом облаке волос смотрит на на Svam который медленно сползает с дерева. Они так счастливы видят друг друга. Они extremely happy to see each other in this moment. Слезы льются из их глаз. Tears are coming from their eyes. Ведь они видят друг друга впервые. Because they are seeing each other like the first time. Они всегда видят друг друга впервые. Every time they see each other it's like the first time. And Mohana is very slowly going towards Radhika. Radhika возмущена. And Radhika is a little bit hungry. What are you doing here? But her eyes are saying at the same time I'm so happy to see you. Her eyes are saying I'm so happy that you have come here. And this contradiction is extremely sweet. that would raise in Mohana огром waves of feelings that the high waves of feelings arise in Mohana's heart. And the maidservant understands that the time has come. And рядом оказалось подготовлен кунжа. And accidentally nearby there is very nice пози кунжа. Это очень важно. It's very important. Кунжи всегда должны быть готовы. ready. И она сопровождает эту потерявшую себя друг в друге чету. And maidservant she is accompanying this completely lost in their love and feelings divine couple. Для того чтобы они познали новую беспредельность своих чувств. новую беспредельность смысла жизни. Рады, рады. здесь мы остановимся и перейдем к обсуждению темы. And here I want us to stop and I'm inviting you to share your feelings and thoughts. dear devotees please if you can please switch on your videos. Rada Gowinda Prabhu присоединился Udha Vajji Rade Rade Rajeshwari Priya Vishnachandra Prabhu Madhavi Ananda Mai Inna включайте пожалуйста камеры если можете if you Vajrashwari Madhana Mohi Sundaram Prabhu Manjari Bava Nidin Please feel free to share I want to share few words about your passion what passion is поскольку это сам сказал что найдите ее в своей жизни я пытался искать в своей жизни когда я испытывал страсть что это такое как это случилось. Когда есть жажда… Когда есть жажда, то есть когда есть что-то, к чему человек стремится, к чему имеет вкус, что очень желанно для него, но при этом существуют какие-то ограничения, внутренние и внешние. Например, как у Шримати Радики, она религиозная девушка. Есть внутренние ограничения, стеснительность, застенчивость. В то же самое время есть и внешние ограничения. Она на виду у людей, у старших, у разных людей. И её любовь к Кришне тайная. За то, что нельзя. То, что мы можем видеть, когда эта пасшина растет, когда есть инер, как Радика, в её жизни, она очень shy, она имеет какие-то обстыки. И у нас тоже, есть много обстыки, как её элдерс, и религиозные принципы, и моральность. Все эти вещи. Обычно, когда жажду кормят чуть-чуть мыслями, созерцанием из-за далека, то есть небольшим контактом с объектом жажды или вожделения, то есть сильного желания, то постепенно она вырастает до такой степени, что становится нестерпимой. И тогда больше ничто не может сдерживать, ни внутренне, ни внешне. Страсть — это та же самая жажда, только выросшая до нестерпимой ситуации, когда просто уже невозможно эту жажду терпеть. И тогда, как в русской пословице, нельзя, но если сильно хочешь, можно. И так. When you feed this thirst with some lenses with the object you love, but you cannot go to this object, when you're feeding and giving a little, like little by little, these feelings, when you're feeding them, so this thirst grows so big, bigger and bigger, that it becomes like controllable, and it becomes like real passion and that time you cannot and anyone cannot stop that time, this person who is very eager towards the object of his love and there is a Russian proverb like if you want something and you cannot how to say when you must not when something is impossible but if you want very eagerly something that you can do it like this, something like this я помню, как Дамодар Парабу приводил сравнение он сравнил Шимати Рядику с ядерным реактором I remember how Дамодар how he compared Рядика with the nuclear engine reactor в ядерном реакторе есть стержни в которых находится топливо in this nuclear reactor there is one core in which there is a fuel inside и глубина погружения их в нужную среду регулирует температуру реактора то есть глубиной погружения этих стержней можно регулировать температуру реактора and if you are immersing this core of nuclear reactor in something so it means like you are controlling контролируем что температуру реактора the temperature of this reactor you are controlling by the immersing it matters how deep you immerse so that much the temperature is growing и вот такими операторами являются манжари они очень чутко отслеживают температуру реактора сердца шиматерадики насколько сильна ее температура то есть страсть жажда когда нужно убавить когда нужно прибавить в нужный момент как в этой лилии например когда манжари она касается делая массаж шиматерадика касается так как будто это касается Кришна они знают искусство как усилить ее желание или как немножко остудить ее то есть они создают эту ситуацию благоприятную когда рада может быть может уже не сдерживаться уже ничего не может сдерживать они создают такую ситуацию они готовят подвоят и тогда я думаю что со страстью знакомы все например каждый человек ну обычно живет в каком-то расписании там утром до встать пойти на работу или пойти в школу то есть нельзя нарушать расписание но я помню себя если я взял книгу интересную она меня так захватывает что все я не замечаю как я прочитал ее как я читал всю ночь а утром надо уже идти снова в школу или на работу а ты идти надо с такими глазами красными я думаю пример конечно вспоминая эту лилу как ее комментировал Гауравани я хочу добавить немножко из того что он рассказывал очень важное гауравани радараман is saying that i remember how гауравани как he gave his комментарии on this lila so i want to save this манджарии они делают макаж ванине и прикасаются так как это делает мохан манджарии they're doing массаж and they're touching радика the same in the same way like мохан is touching her и мохан нагляя за это он видит что манджари делают массаж именно так что не прикасаются к его с вами именно так как это делает он и мохан he's looking from up he's noticing that манджарии they're doing массаж in the same way like he's doing it and he's witnessing how radika is reacting on this массаж the same way like like she's doing when he's doing that И это является одной из скрытых причин проявления Гаура-хаха. Он хочет понять, что чувствует с вами, и когда он пытается клеить, глядя на то, как она реагирует на массаж Манджари. И когда он смотрит на массаж Манджари, он просто хочет чувствовать себя, что она чувствует, когда он пытается клеить, когда они пытаются клеить. Здесь есть еще большая глубина Гаура-хаха, именно связанная с тем, что Гаура принимает настроение Манджари. Он видит, что Манджари делают массаж безупрично, что они не дрожатся в своих чувствах, руки их не дрожат, что они делают этот массаж самим лучшим образом. Потому что Мохан, когда он смотрит, как Манджари делают этот массаж, он видит, что их руки не дрожат, и они не падают неизвестно. Они делают это лучше, чем это делает он, потому что он может потерять себя, его руки могут дрожать, и он это сделает хуже, чем это сделает Манджари. Он видит, что Манджари делают массаж даже лучше, чем он, потому что его руки не дрожатся, и он может падать неизвестно. Это одна из причин, почему он хочет принять ума настроение Манджари, чтобы совершенным образом служить с вами и прочувствовать то, что чувствует с вами. Потому что Манджари, потому что Манджари, потому что Манджари чувствует то, что чувствует с вами не в момент, если ко мне не оно становится. Манджари, потому что Манджари, потому что Кришна хочет иметь этот mood Манджари, чтобы чувствовать то, что Радика чувствует, и не потерять в его собственных чувствах. Рады, рады. Рады, рады, родной. Да, все верно. Такой элемент, как Манджари, не позволяет огню внутреннему Шимати Радике сильно разгореться. Например, когда они прячут от нее ее же косу, или косу, как правильно сказать, потому что она черная, напоминает ей ее возлюбленного. Пример, такой вот элемент. Я помню, что Манджари, как Манджари, как они контролируют Радика's mood, и как они могут увеличить или увеличить ее уровень. Например, когда они хранят ее собственной брови, потому что ее брови помидит ее от Мохана. А можно вопрос, пожалуйста? Конечно. Просто последние дни, я не знаю, я когда ходила в храм, смотрела на гаурангу нашего прекрасного в Ульском, у меня вот постоянно приходила наша Гайетри, Вишвамбхарая и Махи. И ваше объяснение, но оно было, как сказать, такое вот, летало каким-то образом. Вот могли бы вы, и я понимаю, что это связано с этим стихом, что вот то, что держит этот мир, да, Вишвамбхарая, это и есть эта священная страсть между Радикой и Моханом, их любовью. Вот можно, я не знаю почему, вот эта вся неделя у меня вот эта фраза была в голове, когда я приходила смотреть на Даршан Гауранги и читать Гайетри. Можете как-то вот, может быть, снова именно в контексте этого настроения еще раз про нашу Гайетри мантру? Сейчас переведу быстренько. Я вопрос к Дамодар и другие девочки. Эта неделя, когда я пришла к нашему, в Ильске, в наш городе, мы имеем очень красивый Панчататва и очень сладкий Гауранга. Он выглядит как Радика. Своя лицо, он очень сладкий и очень сладкий. И все эти дни, я имела одну часть нашей Гайетри в голове, Гаура Гайетри, Вишвамбхарая. И я помню, как Дамодар, как он рассказывал о Вишвамбхарая, что это. Это состояние бесконечного изобилия Швимати. Когда она переживает счастье Мохана. Когда она видит, что цель ее служения, цель ее жизни достигнута. Когда она чувствует, что цель ее жизни достигнута. И Мохан переполнен. И избытки, эти океаны, которые не может вместить себя Мохан, идут на благо других живых существ. Это ярко проявляется в путешествии Махапрабху, по лесу Джариканды. И мы можем очевидно видеть этот штат в Махапрабху Лила, когда он путешествовал через Джариканды джангулы. Когда он давал, он всем давал и сосуд, то есть форму, и наполнял ее содержанием, нектаром. Когда животные получали новый вид осознания. А она распространяет именно этот вид осознания, то, что она принесла Унута Учвала Раса. И представьте себе эту внутреннюю картину. Когда одна манджария в форме тигра. Когда одна манджари в форме тигра. Обнимая другую манджари, которая в форме оленя. И из их глаз льются слезы. И они плачут. Из их глоток рвутся в воздух с восхищением. И из их глаз льются. Все могли слышать какие-то эстетические звуки. Это пример распространения. Пример того, как Радика внутри Махапрабху заботится о других живых существах. Она поступает как Амба, мама. Мама. She's behaving like Amba, like mother. Не просто мама. Не просто Амба, а Вишва Амба. То есть вселенская мама. Not like an ordinary mother, but like Вишва Амба. The mother of the universe. Мать всего живого. The mother of all living. Причина жизни самой. The reason of the life itself. Ее источник. The source of the life. Ее содержание. And the essence of the life. И кроме этого, она делает харайя. И besides this, she is doing харайя. То есть, крадет все, что мешает тебе жить. She is taking out all the obstacles. Крадет несущественное. She is taking out all unnecessary things from your life. Крадет ложное. She is taking all not genuine things. И главным образом она крадет твое сердце. And the main thing she is stealing, she is stealing your heart. Потому что свамини крадет сердце манджари. Because свамини is stealing манджари's heart. И ее сердце, сердце Радики, это драгоценная шкатулка, в которой хранятся сокровища, хранятся сердца манджари. И манджари чувствует, что ее сердце украдено, Радикой. И она счастлива и кража. И она бесконечно счастлива и кража. She is unlimitedly happy because Radhika, she has stolen her heart. Потому что в ее сердце, в сердце манджари, бьется сердце, в ее груди, точнее, в ее груди, в груди манджари, бьется сердце Радики. Because there is Radhika's heart in манджари's chest. Они как бы меняются сердцами. It seems like they are exchanging, they have exchanged their hearts. Это вот подлинная окончательность этого преображения. So it is the genuine. Means that it is a complete. When you can feel that in your chest, you have the heart of your beloved deity. А твое сердце бьется в груди твоего возлюбленного божества. And your beloved deity, now she has your heart in her chest. Радья, радья. Дамадарджи Прабху. Я вспомнил, как Шила Нарая Нагасвами Махараш сказал, он сказал, что преданные пытаются отдать свое сердце твоему любимому божеству. Но он тогда сказал, нет, это божество должно украсть ваше сердце. Да. Радья Чаран, he's saying that now I remember one thing that Шила Нарая Нагасвами Махараш, he used to say that we, devotees, they want to give their heart to beloved deity, but in fact, the beloved deity himself, herself, she should catch the heart, steal the heart. 10 часов уже, 10 часов. Ананда Майя что-то хотела сказать, я вижу. Так, хорошо. Ананда Майя. Так. Гопа сразу начинает представить. Конфеты давай, Ананда Майя. Я знаешь, гору печенья Захарова давала, когда он маленький был во время зумов, чтобы он ел и не мешал. Да, он что-то плачет, видимо, не дает сказать. Если у кого-нибудь еще какие-то дополнения, теперь мы заканчиваем. Рада Гавинда, Прабу, Рада Крипамайи, Вишна Чандра Прабу, Мадави, пожалуйста, Ананда, тут присутствует с полей, с клубничных. Миночка, Ведьма, Гаураприя. Раджеш, Вариприя, Диди. Может, вы хотите share something about their passion in our lives, like a reflection of their passion. Рады, Рады, дорогие преданные. Я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогой Дамодр Прабу, за то, что в очередной раз искупали в нектаре. Мне даже нечего сказать, я просто сижу искупанная и в блаженстве, медитирую на все, что вы рассказали сегодня на эту прекрасную лилу, как конечно наблюдал за ратаране, которая монтировала в Манджаре, и как эта вся лила произошла. Ой, это просто такой экстаз. Спасибо вам большое. Весь день сегодня буду медитировать на эту лилу. И вот так это с чувством рассказали, так погрузили. Спасибо вам огромное. Примите, пожалуйста, все мои поклоны. Я вас очень люблю обнимаю. Рады, рады. Дедима, она говорит, что я полностью впечатляю и обновляю в эту красивую сцену, которую вы shared с нами сегодня, Дамудар. Она говорит, что я не имею слова и не имею впечатление в этой красивой сцене, как Манджаре массаж и маха. Я просто в этом момент. Она говорит, спасибо так, и я люблю и обезья все. Мне очень понравилось дополнение, которое передал Ротфераман. Дополнение, которое прозвучало из уст Гауровани. Об удивительной квалификации манджари. Когда они могут делать то, чего не может Бог. Прикасаться к телу Свамини и не сойти с ума. Что они могут делать? Они могут прикоснуться к телу Свамини. И они не становятся милыми. Когда же я смогу прикоснуться к телу? Свамини, 触 Ты говоришь, Дамодар, что Гауранга Сундара объяснил, что означает омываться в Радха-кунде. Мне казалось, Дамодар, что ты сегодня упомянул о том, как Гауранга Сундара объяснял, что значит омываться в Радха-кунде. И сегодня я чувствую, как будто я омылся в Ямуне. Что значит омываться в Ямуне? Я очень благодарен тебе и Радха-чарану, Рада-гавинде. Спасибо всем вам за то, что сегодня, как будто бы мы все вместе приняли омывение в Ямуне. Рады и Рады. В Радха-кунде есть также и Ямуна. There is a Ямуна in Rada-кунде also. Она целиком вся там, в Радха-кунде. Moreover, the whole Ямуна river is in Rada-кунде, actually. Не только все святые реки, все святые места, все лилы в концентрированном виде находятся там. Moreover, all sacred places and all sacred rivers and all lilas are there in Rada-кунде. Rada-кунде – это состояние бестелесности Шри-Матти. Rada-кунде – это состояние Смары, состояние Камадева. It is her stage of Smara, it's her stage of Камадева. It is the state of her madness. Of her, Маданаки Махабан. Of her, Маданаки Махабан. Да, и благодаря Гавранга Сундере я не могу и не хочу лишаться этого ежедневного праздника. Поэтому продолжаю сходить с ума. So I continue to go mad today. Rada, rada. 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 другой служеничной с раздачи просада рады-рады меня не сделали оператором зума здесь и они очень опыт и извиняюсь если иногда почему-то не получается писать вот сегодня вот запись идет я вижу вот и обращался кришна киртну предыдущая запись отсутствует он сказал почему-то не записалась пропьянение которое было простит так что эксклюзивно не пропускайте да это было восхитительное he's saying that now he's going to his other service to give prashadam to distribute and now gurudev he asked him to be in charge of uh of our zooms and but sometimes he's not making recordings so he's saying that it's like exclusive meetings so don't miss it рады-рады ну так да да для кого-то до вечера а для кого-то до следующей встречи через неделю with russian devotees we are going to meet this evening and other devotees international sangha i will eagerly meet you after one week